Привет, мои дорогие девочки! Сегодня будет продолжение темы про кошелёк, тема денег. Но я думаю, всё равно у каждой девочки одна занимает одно из самых главных мест в жизни. Вчера мы залезли в наши с вами кошельки, а сегодня мы с вами залезем в кошелёк мужчин. Тех мужчин, которые нам нужны. Мы сейчас выберем с вами четыре карты. Карта будет обозначать определённый кошелёк определённого мужчины, которого вы загадаете. И мы посчитаем всё до последнего рубля, до последней гривны, до последнего доллара, евро. И что у него там вообще есть в его кошельке, на его счетах. Посмотрим, есть ли у него нычки тайные. В общем, давайте рассмотрим. Выбираю четыре кошелька, а вы выбираете тот, который является кошельком мужчин, которые вас интересуют. Выберите, пожалуйста, одну, один кошелёк, два кошелька. Если вы очень амбициозные, вы выберите четыре кошелька. И будем смотреть кошельки именно мужчин. Мужчин, которые нас интересуют. Давайте посмотрим, на что он трынкает денюжки. На нас ли или на что-либо другое. Есть ли у него деньги вообще или нету. Что у него с этими денежными каналами. Так, загадывайте. Загадали? Хорошо. Сейчас мы открываем карты. Первый кошелёк. Второй кошелёк. Третий кошелёк. И четвёртый кошелёчек. Ну, так посмотрим, что тут у кого. Какие где денюжки есть. Итак, первый кошелёк первого мужчины. Это тройка кубков. Я вам скажу, что у него не только в кошельке есть деньги. Он что-то носит. И потом в то же время у него, вот как 50 на 50, что-то он в одно место ложит, что-то он ложит в другое место. Либо отдаёт одно одной женщине, другое другой женщине. Во всяком случае, он деньгами своими делится. Делится с женщинами. Либо делит эти... Делит свои деньги поровну на равные части. Давайте посмотрим, что это за равные части такие. Ну да. Всё-таки зарабатывать он умеет эти деньги. И тратит он реально эти деньги на женщину какую-то. Женщина одна с него требует деньги. А вторую часть он складывает в нычку. Причём это деньги ровно напополам. Да, и деньги у него есть у этого мужчины. Вот выпала, смотрите, какая карта. Карта жезлов. Говорит, что человек зарабатывает, хорошо зарабатывает. Что за деньги у него? Да, и есть охотницы, как говорится, за его именно деньгами, которые... Вот эта карта выпадает. И вот она ещё раз повторилась. Охотница, которая от него эти деньги сосёт. Причём она в одном и том же цвете выпала. Волос одинаковое лицо, одно и то же. Одно и то же лицо. Деньги у него идут как наполовину. И вот тут вот, посмотрите, тоже повторяется одно и то же лицо. Вот это или вот это. Половину он отдаёт женщине, половину вторую. Отдаёт либо другой женщине, либо складывает. Но почему-то как накопление мне тут особо не идёт. Нет, он не накапливает эти деньги. Он эти деньги раздаёт. Раздаёт этим своим от него зависящих женщинам. И зарабатывает он довольно-таки много. Дальше давайте посмотрим второго. Второй кошелёк. Это у нас выпал 17-й аркан. Звезда. Человек довольно-таки скрытный. Никому не хочет показывать, сколько он зарабатывает денег. Он лучше пыли в глаза какой-то напускает. Но точную сумму, как говорится, знает только он. У него разные источники доходов. Сейчас давайте уточним, что это за доходы такие. Я вам скажу, почему он такой скрытный. Потому что он реально много денег должен кому-то другому. Над ним висит такая десятка жезлов. Это говорит, что он... Либо у него какая-то ипотека, либо кредит. Либо он каким-то людям должен очень-очень немного денег. И потому он молчит, сколько он на самом деле этих денег имеет. И я вам скажу, он всё-таки идёт мне какой-то как транжира. Так, и как женщина, которая хочет отсудить у него эти деньги, то, что он зарабатывает. А в то же время он транжира, ходок по каким-то таким заведениям, казино, игровые автоматы. Либо вот такая какая-то азартная зависимость. И он встрял с этими деньгами. Много должен. Суды у него идут. Суды, суды. Реально суды идут. Но я бы не сказала, что это как жена выпадает. Она не в статусе жены уже. В общем, отсудить бабло хотят у него. И он молчит, сколько он зарабатывает. И карты это даже... Ну, сколько он зарабатывает, давайте спросим. Знаете, это под большой всё равно тайной. Сколько он зарабатывает. Женщина, которая требует от него деньги, такое ощущение, что она не для себя старается. Она старается и для ребёнка по четвёрке жезлов. Но ей не удастся всё равно узнать, сколько у него денег есть. Потому что такое ощущение, что он... Ну, он скрывает. Я бы не сказала, что он богат. И он просто всё держит в тайне. Может быть, у него вообще денег нету, а он пытается сделать вид, что у него есть эти деньги. В общем, очень тёмная лошадка здесь выпала со своим кошельком. Скорее всего, выпала женщина, которая бьётся как голубка для того, чтобы от него что-то достать. Ну, вот такой вот мне пришёл сейчас второй кошелёк. Дальше с вами давайте посмотрим третий кошелёк. Это король Пентаклей. Мужчина даже вот по карте вцепился в свою копеечку. Так, что у него есть там? В кошелёчке-то его. Этот мужчина копит деньги. Он даже, я бы сказала, накопил уже денежку определённую. Так, а чего, чтобы карта повешенного-то выпадает. Знаете, у него идёт, он собирает деньги на какое-то своё нереализованное желание, связанное, в принципе, тоже с женщиной, да, но очень косвенно. Такое ощущение, что он собирает деньги на какое-то будущее, которого у него, в принципе, не будет с ней. Вот до сих пор идёт карта весов, взвешивание, карта правосудия и повешенный. Он в подвешенном таком состоянии. Идея, которая у него никак не разродится. Такое ощущение, что он вроде бы и собирает и на женщину, которая реально присутствует в его жизни, но в то же время с ней будут нереализованные какие-то вопросы. Н-ная сумма у него есть, я бы не сказала, что это большая. Это сумма, на которую он может заработать. Заработал выше своей собственной головы, он не пререгнет. Копил он долго, как говорится. Тут, в принципе, вот тут я бы сказала, тут какие-то эти шальные деньги, которых не понять, есть они или нет. Это обычно, знаете, идёт мне такое, как будто как альфонсы. Они никогда не скажут, есть у него деньги или нет. Они просто пускают пыль в глаза. Вот такой вот матёрый альфонс. Никогда не узнаешь у него, сколько у него денег есть на самом деле. Он может просто где-то витиеват отвечать на вопросы. А вот этот мужчина, вот этот третий кошелёк, деньги он вроде бы накопил, это небольшая сумма. И он сидит, он дальше не развивается, он сидит с этими деньгами и ждёт, что ему надо будет это потратить на то, что у него будет в будущем, да, связанное с женщиной. Может, свадьба, может, рождение ребёнка, может, его, вот то, что у него в голове есть. Но эти мечты у него будут, как бы, всё равно как-то они нереализованными идёт. Либо он эти деньги не потратит на неё, либо то, что он загадал, не сбудется. Ну, в общем, тут такая у него ситуация с деньгами. В принципе, тут не такой, не богатый человек, в принципе. Но и не нищий. Копить он умеет, но не зарабатывать, я бы так сказала. Дальше у нас выпал четвёртый кошелёчек Королева Пентакли. И мне сразу идёт, как мама, мама. А что же мама-то? Что ж у тебя? Ой, девочки мои, девочки. Что это? Что это такое? Смотрите. У четвёртого выпали одни-три женщины. Королева Пентакли, восьмёрка кубков и им тройка императрица. Вот мне не зря эта мама идёт. У него есть покровительница, мама-мамочка. Либо это та, которая ему его жизнь устраивает. Я бы не сказала, что она даёт ему конкретно деньги на то, чтобы он где хотел, там, где и потратил. Она даёт ему, например, пойдёт ему обои купит в квартиру, да, поклеить, мебель какую-то, покушать ему сделать. Ну, всё вроде бы как мама делает. Это покровительница у него есть, которая его обхаживает со всех сторон. А может ли он сам зарабатывать эти деньги? Вот странный кошелёк, вот это действительно такой. Сам он не может, это дитё. Это какое-то дитё, которое, в принципе, даже девочки, может пускать вам этот кошелёк в пыль в глаза, да, блестеть какими-то монетами. Но он блестит не своими монетами, а монетами какой-то женщины, мамы или мамочки, женщины, которая ему покровительствует, да. Он этими деньгами не распоряжается, распоряжается. Она куда хочет, туда ему и даёт. И вот смотрите, он даже вот мне идёт как с друзьями своими, да. Он даже одолжить им не может. Они не могут ему одолжить, потому что знают, что он не вернёт. И тут вот карта Десятка Пентаклей. Это говорит, что деньги как в трубу. То есть он не может сам зарабатывать деньги. Вот серьёзно я вам говорю. Вот такой вот мне кошелёк пришёл. Ну и давайте тогда напоследок. Сейчас глянем ещё на каждую. Положим по карте, закроем эти кошельки. Что ждёт или не ждёт? Ну вот на первом, на первой, на первом кошельке у нас что выпало? Знаете, у человека может в принципе и уйти этот денежный канал от него. Сегодня он зарабатывает. Через неделю может и не зарабатывать. Такое ощущение, что как вахты какие-то. Либо деньги у него там приходят по определённым. Не знаю, как это даже сказать. Большие деньги, потом два месяца нету больших денег. Потом опять деньги, потом нету. Странный такой. Вот этого нашего второго азартного игрока, мото и должника, закрывает карта колесница. Ему тоже как повезёт. Он знает, что он делает. Он знает реально, что он делает. Вот у него такая собственная какая-то философия отношения к деньгам. И он всё равно будет надеяться на какую-то удачу. И иногда эта удача будет ему сопутствовать. Но он не такой, что с восьми до пяти трубит на заводе. А вот этот вот накопитель. Накопитель и всё-таки он свои денежки потратит на то, что он хотел. Но в других случаях он тратить деньги не будет. Всё, что накоплено непосильным трудом, он будет тратить вот на свою семью, я бы так сказала. И последний, четвёртый кошелёк, который выпал. Деньги другой покровительницей, невозможность. Вот сейчас у него плохой период, но закрывает его хорошая карта. Рыцарь кубков закрывает. Что это у него значит? Знаете, его как с рук в руки передают, да, как знамя какое-то. Вот одна его сейчас содержит, потом его будет содержать другая. Ну, реально, в этом плане что-то такое есть. Ну, вот такие кошельки сегодня выпали, девочки. Олигархов я как бы здесь не вижу. Не выпали нам сегодня с вами олигархи. Ну, посмотрим. Самое денежное, самое денежное, это оказался первый. Второй под вопросом так и остался. Его надо копнуть, как говорится, глубже посмотреть, пока он не видит, что у него, да где у него. Вот этот сумму определенную собрал, а вот этот пользуется чужими деньгами. Вот так вот. Все, спасибо за внимание, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok